Всем привет! Я доктор Евгений. Сейчас расскажу, как устранить боль, которая возникает во время наклона. То есть, когда человек наклоняется, болит где-то здесь, тянет здесь. Что делать? Интересно же. Сейчас расскажу. В первую очередь, сразу скажу вам, устраните дисфункцию в ягодицах. В подсказках сейчас всплывет, как брать дисфункцию в ягодицах. После этого, чтобы непосредственно уже остаточное явление устранить при боли, когда наклоняешься. То есть, наклоняешься, вот где-то здесь болит, тянет по задней поверхности. Это надо отработать нам крестцово-бугорную связку. Крестцово-бугорная связка располагается вот здесь, на картинке. А как на теле это найти, сейчас вам покажу. То есть, спускаетесь по позвоночнику, доходите до копчика и прямо вот на самом копчике встаньте. Вот он край нашего позвоночника. Вот. Просто нашли эту зону, все. Это первый ориентир. Здесь одно место крепления крестцово-бугорной связки. Второе место крепления ее, это седалищный бугор. То есть, если мы поднимаемся по бедру вверх, мы наткнемся на ту самую косточку, на которой мы сидим. Каждый из вас может ее сейчас сам себе легко найти. Вот он, седалищный бугор. Вот он, копчик. И вот так, вот таким образом располагается крестцово-бугорная связка. Она дублирует работу большой ягодицы, когда та в дисфункции. Если ягодица не работает, крестцово-бугорная связка будет в укорочении и она будет дорабатывать за ягодицу. Поэтому запустили ягодицу, как на видео в подсказках, не забудьте. А вторым моментом отработаем крестцово-бугорную связку. Связки натягиваются и очень лениво расслабляются. Чтобы ее расслабить, нужно добавить вибрации. Поэтому мы сначала ее немножко натянем и будем немножко вибрировать. Как ее натянуть? Для этого нам понадобится два больших пальца. Встаем еще раз, копчик. Седалищный бугор. И наша задача сейчас подлезть под связку вон туда. То есть прям ее натянуть, упереться в нее. Вы легко почувствуете это, старайтесь не давить на нежную интимную зону, которая тут располагается. Она достаточно чувствительная, работайте мягко. Вот седалищный бугор. И мы опускаемся вниз и делаем вот этот крючкообразный такой захват. То есть вот туда давим. Опустились. Надавили. И просто легкие массажные движения. Здесь. И ближе к копчику. Здесь. И просто-напросто пощупайте. Либо реакция пациента будет неоднозначная. То есть или однозначная, он скажет, болит. Вот. А как ее отработать? Мы встаем, натянули. И задаем вибрацию в эту зону для глубокого расслабления. Чтобы задать вибрацию, нужно не руками потолкать, а все тело вибрировать. То есть делайте движение больше с ног. Как будто вы, ну как бы, скачете. Подсели в коленках и дали вот легкую вибрацию руками. Ничего не делайте. Просто стоите на этой зоне. Отработали одну сторону. Встали ближе к копчику. Отработали другую сторону. До полного исчезновения боли и расслабления. Вы можете использовать вот такую штуку. Ему не говорить об этом. Интересно, да? Стало. Таким вот инструментом. Но тут же опять аккуратнее. Зона интимная. Подлезть нелегко под эту связочку. Она вот будет соскальзывать. И просто легко помассировать ее. Использование мячиков в этой зоне немножко неудобно. Потому что связка достаточно глубоко расположена. И отработать ее лучше руками. Покажу с другой стороны. Находим копчик. Седалищный. Бугор. Вот она у нас связка. И прям подлезьте под нее. Помассировали здесь. Здесь помассировали. И задали вибрацию. То есть с коленя. Танцуем. Все равно пациент не видит. Лицом вниз лежит. Делайте что хотите. Веселитесь. Песни поете. Повибрировали. Почувствовали расслабление самой ткани. После этого мы просим снова. Встаньте. И сделайте наклон. 90% случаев. Боль и натяжение задней поверхности бедра. Уже будет меньше. То есть если человек не мог пальцами до пола дотянуться. Он ладошками уже дотянется после этого. Рад был делиться информацией. Пользуйтесь.